Итак, всем привет! Вот я здесь, рядом с вами. Не буду снимать видео, так сказать, при полном параде, при полной подготовке. Решила по горячим следам показать все свои покупки, которые я совершила сегодня. А дело в том, что у Божь 40%, при том, что не просто, как иногда по определенным городам, а, как мне кажется, по всем городам России идет скидка 40%. Поэтому в центрах, конечно же, просто завалы огромные, очереди. Ну и, в принципе, вот я сегодня была, очередь пришлось простоять, ну, небольшую, конечно же, но все равно стоять в очереди уже 20 минут как-то напрягает. Конечно, не километры очереди, как это бывает на Black Friday, но то, что я купила, это мне вышло где-то 1800 рублей. В принципе, да. А по чистой цене это в чеке у меня пробилось как 3000 рублей. В общем, делать покупки в такие дни, минус 40, очень выгодно. Забыла сказать, помимо того, что сегодня, на 12 числа, видео, скорее всего, выйдет, конечно же, позже, 12 числа, помимо скидок, еще был клиентский день Dior, поэтому я решила все-таки прикупить какие-то продукты декоративной косметики из марки Dior, от которой у меня пока ничего не было. Не было ни парфюмерии, ни косметики, ни уходовых средств. В общем, давайте приступим. Что же я купила? Купила я вот такой набор Dior, как вы видите. Так выглядит, называется Dior Show Iconic Overcome. В этот набор входит тушь и миниатюра теней. Вот такой оттенок. Оттенок теней, конечно, сейчас вам не скажу, потому что у меня этикетка, все этикетки я брала. Вот такой набор, он мне обошелся в 1200 рублей со всеми скидками. Очень выгодно, больше я ничего не собиралась покупать Dior, хотела не максимайзер, второй раз протестировала, но все-таки как-то жаба меня душит, даже со скидкой 40% отдавать за блеск для губ полторы тысячи рублей. Так и не купила его, и думаю, в принципе, никогда не решусь на эту покупку. Тени, миниатюры, они нет у них, как в большой версии, вот таких красивых переливок букв. Синих, простая упаковочка такая у них, и тушь. Сейчас я вам покажу тушь, она подкручивающая, объемная. Вот так выглядит эта тушь. Такой серебристый, лаконичный дизайн. И ее щеточка. У тебя она изогнутая. Прежде всего, конечно же, чем купить. Я очень долго смотрела про обзоры этой туши, читала. В общем, уж особых хвалебных отзывов были из-за риска, но вот судя по тому видео, которое я просмотрела на YouTube, уж не особо ей восхищается, что типа она не так не подкручивает и не дает объем, но для повседневной носки она подходит. Но, на мой взгляд, тушь стоит своих денег. Тем более, что вообще в наборе с этим она идет отдельно полторы тысячи. У меня она вышла вот как бы с тенями за 1200. Я даже решила сравнить с моей любимой Гурманзис и решила сделать вывод, Гурманзис действительно ли будет замена люксовой, но все-таки есть разница. И есть разница именно в том, что это она, помимо того, что она делает объем, она их еще больше удлиняет. И подкручивающий эффект дает вид распахнутых ресниц и действительно взгляд более открытый. Мне эта тушь понравилась, и учитывая, что я ее купила так очень за хорошую цену, то, думаю, я ее буду пользоваться с удовольствием, при том, что я еще не пробовала люксовый тушь. Но гиппи, что она суховата с первого раза, потом уже как бы лучше, но, честно говоря, я этого не заметила. Может быть, кто-то покупал уже просроченную или подходящую к своему сроку годности, но у меня тушь приличного качества, и она очень хорошо ложится. Я не скажу, что она сухая, она не жидкая, то есть ее не надо раскрашивать, как Шанель, которую все хвалят, но не склеивает их и не создает эффект паучьих лапок. И подкручивающий эффект, да, да, у нее есть. Хотя многие говорят, что нет, я сравнивала своими тушами, которые просто без всяких эффектов. И могу сказать, что да, подкручивающий эффект у нее есть. Конечно же, не такой, как у Lancome Hypnose, но все же есть. И дизайн такой красивый. Да, оттенок 0,90, темная тушь. И давайте покажу вам тени. Тени оттенок 0,56, коллекция 5. Колор 0,56 бар. Так, ну, конечно же, нету ни спонжика, ничего. Вот такие маленькие, крошечные, помещающие в ладошку тени. Ну, так как я не так часто пользуюсь, я думаю, мне вот этой миниатюры будет достаточно, чтобы сделать какие-то макияжи. Здесь 5 оттенков, и самый яркий, как вы догадались, уже черный. Мне сказали, что его можно использовать в качестве подводки. Вот такой черный цвет. Ну, я, честно говоря, не в восторге от их пигментации. То есть, это, конечно же, качество не проф. Вот белый и розовый, они практически одинаковые. И вот в серединке такой самый мягкий, как мне кажется, оттенок. Самый красивый. Такой с переливом топовый. Красивый оттенок. В общем, палетка хорошая на каждый день. Очень даже, кстати, вот этот наборчик, и полностью можно сделать макияж глаз. Ну, конечно, не хватает кисточки или спонжика. Ну, вот черный можно использовать в качестве подводки. Они такие с шиммером, все кроме черного цвета. Но этот шиммер, он у топового оттенка больше сатиновый. А вот белый и розовый, да, они больше шиммерные. В общем, я довольна этими тенюшками. Хотела попробовать Диор или какие-то нибудь. Вообще, я хотела попробовать люксовые тени. У меня не было еще люксовых теней. И, в принципе, вот такая возможность приобрести этот набор. Дополнительно еще с миниатюрой теней. Мне очень понравилось. Тем более, что большие тени, полноразмерную версию. Я даже не знаю, и стращу их или нет, чтобы тратить на них такую большую сумму денег. И так как был клиентский день, то мне дали, ну, прежде всего, вот такой пакетик. И дали несколько пробников. Вот этот пробник Духов Жадон, парфюмерная версия, я думаю, всем он известен. Мне сначала дали какой-то мужской, но я сказала, можно мне поменять, потому что мне мужским-то неохота пользоваться, конечно, вы понимаете. Вот такой с дозатором, очень удобный флакон. Без непробирка, пусть можно с собой брать. В принципе, аромат хороший. Классика, так сказать, парфюмерии. Дальше мне дали в подарок такую тушь Диуродикт. Я ее еще не пробовала. Кто пробовал, расскажите, как она вам. У нее розовая кисточка такая пушистенькая. Я ее даже что-то не подумала протестировать. Надо было бы протестировать, там как раз это легко было сделать. И вот такой набор новых помадок Диуродикт Липсик. Вот, тут еще кисточка, оказывается, есть, я не думала. Кисточка и такие помадки. Так, тоже их пока не пробовала. Они, кажется, не гелевые. В общем, потом попробую и обязательно вам расскажу. Понравились они? Нет. Но цвета такие приятные очень. Вот как на камере выдают, кажется, оранжевым, но нету, он розовый. Такие помадки. Так, ну, из подарков это все. Дальше перейдем уже к моим покупкам бюджетной косметики. Все, что планировала, купила. Еще планировала купить базу под макияж Smashbox и GOSH. Но в итоге, протестировав на руке, у меня до этого была одна база от Avon. Я поняла, что, в принципе, от нее они ничем не отличаются. Пока кожа более-менее молода и глубоких маршин нет. Я подумала, в принципе, мне она пока не нужна. Лишний раз как-то засорять свою кожу и ухудшать ее. Мне не хочется. Тем более, у меня кожа проблемная и жирная, что лишний раз засорять ее всякими силиконами и получать при этом подкожники мне не особо хочется, да и не нужно. Тонального крема у меня, в принципе, достаточно в повседневной жизни, чтобы снимать на камеру. Но ради одного раза, я думаю, не стоит приобретать. Тем более, отзывы, конечно, неоднозначные. Кто-то хвалит, кто-то не хвалит. Но я, протестировав на руке, поняла, что нет, моей коже это будет слишком перебор и придется очень сильно каждый раз ее очищать. В итоге будут проблемы. Дальше же, конечно, купила мицеллярку Гарднер. У меня сейчас стоит вторая бутылочка розовой мицеллярки. Половина уже. Поэтому про запас я купила такую. Розовой там не было, конечно же. Все пусто. И вот осталась такая голубенькая. Не знаю. Наверное, ее не особо берут. Именно из-за того, что тут написано, что она матирует и для жирной кожи. Для жирной, но при этом чувствительной. Может, многие боятся, что она будет сушить. Кто пробовал обе, говорит, что разница между ними нет. В общем, я так же думаю, и поэтому взяла ее без особых каких-то опасений. Далее я приобрела вот такой пинцет у Требгош Профэшнл. Слышала его, хвалила Галюшка Ива, что он очень такой хорошенький. В принципе, он мне обошелся где-то со скидкой в 70 рублей. Так он стоит 120 рублей. Вот такой пинцетик. Я ему уже пробовала щипать брови. Также я буду использовать как подручное средство для приклеивания ресниц, которые я тоже купила. Сейчас покажу, какие макияжи я не смотрю на YouTube. Все используют накладные ресницы, и это выглядит очень эффектно. У меня есть накладные ресницы, но они не пучками, и у меня нет клея к ним. В этом наборе уже идет клей, поэтому я буду его использовать. И вот купила такие пучками. Я искала на сайте, есть ли в Требгош накладные ресницы. Вот нашла, что от марки Кис и Леди Рос появились реснички. Но я думала, что в нашем Требгош их не будет. К счастью, когда я подошла к стенду, там был огромный выбор этих ресниц. Я выбрала категорию Шот. То есть они все одной длины, и в принципе, я бы их не называла короткими, в принципе, достаточно для того, чтобы наклеить на уголки и сделать такой эффект вау. Есть еще разные миксованные наборы. Там есть от коротких до самых длинных. Ну и есть реснички, которые идут уже сразу. Целые и в разные виды. Там для повседневности, для такого вам макияжа. В общем, я выбрала себе коротенькие. И они, кстати, произведены в Германии и сделаны из натуральных волос. Конечно же, натуральные, нет, я вам не скажу. Вот они так выглядят. Я думаю, что эта длина достаточно. Мне даже кажется, что это не короткие. Ну, в принципе, если накрасить свои тушины, то они как раз будут одинаковы по длине, потому что длинные, ну, некрасиво, когда они выходят за пределы, тем более пучки. И вот такой маленький клей, 1 грамм. Я не знаю, как он будет хорош-нехорош. Если будет плохой, я закажу клей, какой там есть, самый популярный. Это вот такой карандаш от Риммэль. Называется он Эксагерейт. Когда я пользовалась каялом от Эфраши, то он отпечатывался на нижнем веке и создавал этот эффект уже смоки-айс, который мне не нужен был. И поэтому я задалась цель купить себе какой-нибудь бюджетный черный карандаш, но при этом, чтобы он был качественный. Зашла в группу и в гос, задала этот вопрос и мне, в общем, посоветовали и в других комментариях тоже советовали на вот этот карандаш Риммэль Эксагерейт. У него на конце есть такой споржик для растушевки, что очень удобно для вытягивания стрелки. И он мало того, что он вкручивающийся в ботастоке, он еще самозатачивающийся. То есть там есть точилочка. В общем, я что, могу вам его советовать и скажу, что это самый лучший карандаш, из которых я протестировала из своей ценовой категории. Вот так он выглядит. Он мягко рисует, но при этом не жирный. и сейчас растушую вот так вот. Я очень довольна этим карандашом. Это именно то, что я искала для прорисовки расстояния между ресницами, для подводки верхнего века, когда не хочется делать стрелку, а просто хочется подвести черным карандашом, чтобы делать более выразительные глаза. Он водостойкий, не отпечатывается на нижнем веке. Это уже проверено дневной одной. И поэтому, если вы находитесь в поисках хорошего черного карандаша, но при этом бюджетного, то я советую вот этот Rimmel X-Gerate. По-моему, он не обошелся в 160 рублей, где-то так. Еще хочу сказать, не знаю, будет лишним это или нет, но я сейчас скажу вам про один аромат. Я его, конечно же, тут у себя не имею, потому что он стоит, ну, просто баслословные деньги для парфюмерии, как мне кажется, но для ниши это, я считаю, это, в принципе, нормально. В общем, у нас нигде не было марки Bayretta, только Иль Де Ботте, и то Иль Де Ботте закрыли недавно, летом, и поэтому негде было мне послушать эти ароматы. Все началось с того, что я где-то в комментариях группы Рим Гош прочитала об этом аромате, как-то о нем так писали, что меня заинтриговало это, что он запах порошка, запах чистоты, в общем, я такие ароматы люблю, у меня есть клин в Фрэш Лондри, и я решила все-таки где-то его найти, нигде не нашла, а покупать через интернет, тем более за такую стоимость, я не решилась. И вот сегодня я захожу значит в Рим Гош с мыслями ехала, как всегда, что все, у меня все мои любимки хотелки куплены, и поэтому мне уже, честно говоря, тошнит от парфюмерии, и ничего не хотелось мне нюхать, то есть не было в планах потестировать какой-то аромат. Но вот что бы я не делала, как всегда поход в Рим Гош такой капитальный, заканчивается тем, что я нахожу для себя опять какую-то хотела. В общем, в этот раз так случилось, я увидела этот стендбай Редда прямо в конце зала, и думала, какой же это был аромат, аромат, кстати, Бореда Бланш, думала, гадала, и в итоге как-то взяла именно тот флакон, именно с этим названием, хотя я забыла это название, как он называется, и все, я пропала. Аромат, что ни на есть, аромат чистоты, аромат свежести, такой, какой-то хлопковый, чистый, нежный, в общем, я им напшикалась вдоволь, чтобы как-то сохранить эти впечатления, потому что понимаешь, что куплю я его не скоро, он стоит без скидок всех 10 тысяч, там, с копейками, со скидкой 40% он будет стоить 6 тысяч, тоже, в принципе, не дешево, учитывая, что парфюмерия любит где-то 3 тысячи, я еще как-то могу купить, если мне что-то понравится прям очень, но вот такую парфюмерию за 6 тысяч, конечно же, нужно подумать еще, конечно же, я его когда-нибудь приобрету, буду экономить, чтобы в следующих скидках, когда будет 40%, купить его, главное, чтобы этот стенд оттуда не исчез, потому что это будет беда, конечно, у них есть еще спрей для волос, ухаживающий с ароматом тем же, но мне нравится, честно говоря, флаконы этих ароматов, он еще на магнитике, прям все как надо в нишевой парфюмерии, там больше десятка этих ароматов, но я их пыталась тестировать, открывая колпачки, и уже после этого мне не хотелось наносить их на блотер, потому что они все очень такие экстравагантные, как мне кажется, и либо ни о чем, либо слишком такой аромат, особенно удовый, то есть это совсем не дуайо, и ничего не понравилось, кроме этого Байореда Бланш, еще вспомнила про метеориты зимние, в общем, тоже я шла и увидела рядом как раз с Корнером Герленд были эти Байореда, увидела этот золотистый шарик, подбежала, потестировала и да, просто восхитительные, метеориты, они на мой взгляд все-таки кто бы что ни говорил, но они лучше, чем постоянка, они такие сияющие, такие ну волшебные метеориты, конечно же, но вот этот шарик, эта прелесть, конечно же, все это на Корнере, но их нет в наличии, вот такая беда, я, конечно же, думала, что все-таки они будут, но когда спросила у консультанта, нет их, давно уже нет, в общем, как-то я караулила сайты, все равно прокараулила эти метеориты, в общем, не беда, и кто говорит, что это баловство, я, в принципе, с этим, ну, отчасти соглашусь, но я без них, в общем, не обхожусь, потому что я вижу эффект, я вижу эффект, и поэтому для меня они стоящая вещь, конечно, дорогая, но стоящая, по рейдам, не скажу, что прям по цене, они дороже, чем Томфорд, нет, учитывая, что объем там идет 100 миллилитров, то, в принципе, Томфорд, скорее всего, дороже, поэтому думаю, что накоплю я на Боретто и куплю их, просто я сегодня, когда их очутила, я просто, просто, ну, пропала, думаю, парфманьяки меня поймут, когда находишь аромат, которого нигде нет, который ты рисовал себе в голове, но нигде его не находил, и вот то, что нарисовано у тебя в голове, так сказать, изноцеплетенное какое-то ощущение аромата, когда оно воплощается в реальность, и ты чувствуешь, понимаешь, что такой аромат, вот он есть, то, конечно же, просто не знаешь, как его описать, просто тебе нравится, и ты понимаешь, что ты его нашел, ну, да, цена, конечно, оставляет желать лучшего, но все же, думаю, меня это не остановит, я все-таки отношусь к тем, кто может не купить себе одежду, какую-то новую обновку, не потратить им какие-то бухни, да, я парфюм, маньяк, наверное, уже, в общем, потянула меня, как вы видите, на нишу, уже это другая стадия, всем спасибо за просмотр, всем удачных покупок, рассказывайте про свои находки, вот моя находка сегодняшнего дня, это вот эти реснички, потому что они довольно-таки бюджетно стоят, и, как мне кажется, по качеству они хорошие, и вот карандашик от Риммель, попробуйте его обязательно, я его долго искала, потому что там у них много карандашей, не обращайте внимания, вот тот, который с поншиком, он будет выкручивающийся, эксагерейт, всем спасибо за просмотр, и до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok